Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Виктор Иванович Савских, директор Коалекционного Центра ЖКХ Энергетики. И сегодня в рамках исполнения государственного задания мы будем говорить с вами об одном из важных мероприятий, которые управляющая организация должна проводить с собственниками помещений многоквартирного дома. Это отчет управляющей организации о проделанной работе за 2022 год. Значит, в соответствии с частью 11 статьи 162 ЖК РФ, если иное не установлено договором управления многоквартирным домом, управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам помещения многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий год, а также размещает указанный отчет в системе ГИС ЖКХ. Так вот, первый квартал 2023 года – это январь, февраль, март – управляющая организация обязана отчитаться о выполнении работ по управлению многоквартирным домом за 2022 год. Это касается не только управляющей компании, это касается и ТСЖ, и ТСН, и ЖСК. То есть все управляющие организации, а это единое название управляющей организации для управляющей компании ТСЖ, ЖСК – это для них единое название. То есть все эти управляющие организации обязаны в первом квартале 2023 года отчитаться о проделанной работе. Об этом же говорит и 416-е постановление правительства Российской Федерации о порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом, где второй раздел «Стандарты управления многоквартирным домом» подразумевает «Управление многоквартирным домом обеспечивается выполнением следующих стандартов» «Представление собственникам помещения в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом и раскрытие информации о деятельности управления многоквартирным домом». То есть вот те два документа, которые регламентируют то, что управляющая организация обязана отчитаться о проделанной работе. Какие вопросы мы сегодня с вами рассмотрим? Первый вопрос – это в какой форме состоит отчет? Что включает этот отчет? Кому и в какие сроки этот отчет предоставляется? Как утвердить отчет? И ответственность за непредоставление отчета. Поэтому вот по этим моментам мы сегодня с вами и будем говорить. Начнем о том, в какой форме составить отчет управляющей компании. Отчет об исполнении договора управления дома составляется управляющей организацией по форме, определенной договором управления. Я бы хотел опять вернуться к договору управления. Почему? Потому что вот этот договор управления многоквартирным домом регламентирует многие вопросы. В том числе и отчет управляющей организации за выполненные работы в прошлом году. Мы сказали, что отчет предоставляется в первом квартале следующего года, если иное не обговорено в договоре управления. То есть в договоре управления вы можете, как собственники, я имею в виду, можете определить другой порядок отчета управляющей компании, другие сроки. То есть это может быть раз в полгода, раз в квартал, ежемесячно, на ваше усмотрение, как вы пропишете в договоре управления. Но если в договоре управления вы не пропишете эти сроки, то отчет будет производиться, как я сказал, должен производиться в первом квартале следующего года. И второй момент. Это в соответствии с разделом 10 приказа Минстроя Российской Федерации от 29 февраля 2016 года, номер 74, дробь 114. Вот этот приказ Минстроя Российской Федерации, он как раз предусматривает размещение в первом квартале следующего года отчета управляющей организации в системе ГИС ЖКХ. То есть при любом раскладе, оговорено это в договоре, не оговорено это в договоре, управляющая организация обязана в первом квартале 2023 года отчитаться о проделанной работе на многоквартирном доме по итогам 2022 года и внести эти сведения в систему ГИС ЖКХ. Значит, примерная форма отчета управляющей организации. Я еще раз повторю, это примерная форма, мы исходили из того, что оно предусмотрено договором управления многоквартирным домом. Конечно, мы не нашли. Пожалуйста, отключите. Кто там включился? Коллеги, отключитесь. Все. Ладно. Итак, вот те положения, по которым управляющая организация должна отчитываться перед собственниками о выполнении работ в 2022 году. Итак, первое. Основная информация об управляющей компании. Название управляющей компании, номер лицензии этой управляющей компании, с какого периода она управляет многоквартирным домом, когда заканчивается договор управления многоквартирным домом. Следующая информация о самом многоквартирном доме. Сколько этажей, дата ввода в эксплуатацию, из чего изготовлен этот дом, сколько подъездов и так далее, и так далее. То есть, все, что касается технических характеристик многоквартирного дома. То, что указано в вашем техническом паспорте дома. Вся эта информация должна быть тоже там. Дальше. Поступившие средства за отчетный период. Понятно, что и управляющая организация, управляющая компания, и ТСЖ, и ЖСК ведут такой учет. Но в ТСЖ и ЖСК это называется смета расходов и доходов. То есть, планируется, сколько будет выставлено средств, сколько средств получено. Это вот все должно быть обязательно в этом отчете. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества на многоквартирном доме за отчетный период. То есть, сколько средств потрачено. Потому что, если мы возьмем ставку содержания, то она состоит из двух частей. Первое. Само содержание. Это, как правило, договоры управляющей организацией со сторонними организациями. Сюда же входят и управленческие функции. То есть, те деньги, которые управляющая компания получает на свое содержание, на оплату своих специалистов. И второй блок – это текущий ремонт. Вот за текущий ремонт управляющая организация должна отчитываться, сколько средств она собрала, какие работы она выполнила, сколько это стоило и сколько денег осталось на счету управляющей компании. Для того, чтобы собственники имели представление, что да, было израсходовано столько-то, остаток такой-то, он переносится на 2023 год. Что у нас есть определенная сумма для того, чтобы выполнять работы и в 2023 году. Или все деньги израсходованы, и по этой статье по текущему ремонту у нас средств не осталось. Далее. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества. План работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, как вы уже знаете, он утверждается общим собранием собственников, либо, если это общее собрание поручило Совету дома, то по утверждению Совета дома. План утверждается в конце года, то есть в конце 2022 года должен был быть на доме утвержден план работ по ремонту общего имущества нашего многоквартирного дома. И вот управляющая компания должна отчитаться, все ли пункты этого плана выполнены. Какие выполнены, какие не выполнены, если не выполнены, то причина. Почему не выполнены? Дальше. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества за отчетный период. То же самое. Содержание общего имущества. Это заключенные договоры со сторонними организациями по обслуживанию приборов учета, по обслуживанию лифтов, по уборке территории и так далее и тому подобное. Далее. Сведения о нарушении условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполненных работ по управлению домом, содержанию и ремонту общего имущества. Это то, что я сказал. Все ли выполнено по текущему ремонту, все ли выполнено по содержанию, и если я еще раз говорю, что-то не выполнено, то каковы причины этого невыполнения работы. Далее. Виды коммунальных услуг, представляемых за отчетный период. Ну, понятно, что во многих домах набор их может быть разным. У кого-то есть газ, у кого-то нет газа. У кого-то есть горячая вода, у кого-то нет горячей воды. Но все виды коммунальных услуг управляющая организация обязана обговорить и рассказать о них. Более того, сейчас могут задать вопрос о том, что у нас прямые договоры, управляющая компания к нам никакого отношения по коммунальным услугам не имеет. Это действительно так. Но управляющая организация обязана заключить договоры со всеми ресурсоснабжающими организациями для начисления платы за коммунальные услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Это холодная вода, горячая вода, водоотведение, электроэнергия. Вот по этим коммунальным услугам у управляющей организации, будь то управляющей компанией, будь то ТСЖ, ЖСК, заключены должны быть договоры с ресурсоснабжающими организациями. Следующий пункт отчета. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным договорам. Речь как раз идет вот по этим вопросам. Если прямые договоры, то управляющая организация отчитывается от тех средств, которые выставляла ресурсоснабжающие организации за коммунальные услуги на содержание общего имущества. Если договоров прямых нету, то полностью по всем коммунальным услугам, по которым у управляющей организации заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями. Так, далее. Сведения о нарушении условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период части оказания услуг выполнены работ по управлению... Так, это мы уже были. Нет, по управлению многоквартирным домом. Да, мы уже говорили об этом. Какие-то работы выполнены, какие не выполнены. Еще раз управляющая организация должна об этом также говорить. Далее. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставляемых коммунальных услуг. Значит, если эти нарушения возникли по вине ресурсоснабжающей организации, или если эти нарушения возникли по вине управляющей организации, то есть из-за того, что произошли сбои, из-за аварий на внутридомовой территории, то есть на инженерных сетях самого дома. Почему? Потому что до дома за коммунальные ресурсы отвечает ресурсоснабжающая организация. Все, что входит в дом, это уже коммунальная услуга, и за нее отвечает управляющая организация. Далее. Сведения о фактах изменения перечня работы услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества. То есть, если вдруг какие-то виды работ были изменены, они могут быть изменены в связи с тем, что возникает ситуация или аварийная ситуация, срочно необходимо, допустим, менять лежак в подъезде. Такая аварийная ситуация вполне возможна, и управляющая организация вынуждена это делать. Почему? Потому что в противном случае люди не могут получить тот или иной коммунальный ресурс. И об этом она должна также проинформироваться. Далее. Сведения о начислениях и поступивших суммах за капитальный ремонт. За капитальный ремонт. А также о суммах, использованных в отчетном периоде, средств фонда капитального ремонта по назначению. Значит, если это производится начисление в общем котле, то есть в фонде капитального ремонта. Делается запрос фонда капитального ремонта, какие суммы были начислены, какие суммы были собраны. То же самое и специальный счет. Потому что у нас уже во многих домах открыты специальные счета на капитальный ремонт общего имущества на квартирного дома. И там, как правило, они открыты в основном, в большей степени управляющими организациями. То есть она имеет такой информации о том, сколько средств выставлено и сколько средств собрано. Значит, сразу напоминаю, что ежеквартально собственник специального счета обязан отчитываться о состоянии этого специального счета. И если собираемость взносов менее 50%, то государственная жилищная инспекция, куда идет этот отчет, сначала предупреждает этот дом о том, что у вас собираемость менее 50%. И если такое нарушение не будет устранено, то государственная жилищная инспекция имеет право возвратить вас с вашим счетом в общий котел в фонд капитального ремонта. Далее. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора. То есть, если государственная жилищная инспекция выписывала предписания, предостережения, обо всех этих предписаниях и предостережениях управляющая организация обязана проинформировать собственников. Ну и, наконец, последнее, это рекомендация на следующий отчетный период. Управляющая организация может рекомендовать собственникам какие-то действия совершить для того, чтобы не было нехороших последствий по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. Вот это примерная форма отчета управляющей организации. Еще раз говорю, мы основываемся на том, что вот это вот положение, они определены и предусмотрены в системе ГИРЖКХ. Но кроме этих форм отчета вы можете на свое усмотрение предусмотреть и другие формы отчета о деятельности управляющей организации. Рассмотрим несколько ситуаций. Первое. Может ли управляющая организация исключить отдельное положение из примерной формы отчета управляющей организации, утвержденной Минстроем России? Ну, мы здесь говорим о бывшем приказе Минстроя Российской Федерации, но он, как правило, берется за основу. Он, как правило, берется за основу, поэтому мы и говорим об этом. Да, может, в принципе, управляющая организация может исключить или добавить отдельное положение то, о чем мы с вами говорили. Все это определяется договором управлением на квартирном доме. И вот в том модельном договоре, о котором мы с вами тоже говорим и будем говорить еще на следующей неделе, надо будет нам переработать его. Почему? Потому что некоторые положения там не предусмотрены. И мы попытаемся все-таки в этот модельный договор включить вот эту форму отчета и те положения, о которых мы сегодня с вами говорим. Далее. Кому и в какие сроки предоставить отчет по договору управления на квартирном доме? Отчет о выполнении договора представляется управляющей организацией своему контрагенту, то есть собственником помещений, правлению ТСЖ, ЖСК либо застройщику, у кого с ними заключен договор управления. Управляющая организация обязана представить отчет о выполнении договора управления в отношении других контрагентов можно тоже закрепить договором управления. То есть управляющая организация обязана отчитаться перед теми, с кем у нее заключен договор управления на квартирном доме. Должна ли управляющая организация представить копии отчета по договору управления по запросу собственника? В принципе не обязаны, но мы рекомендуем управляющей организации ознакомливать любого собственника, если он сделал такой запрос с отчетом этой управляющей организации. Далее ситуация, кто обязан подписать отчет по договору управления на квартирном доме. Почему? Потому что много возникает вопросов и председатели совета домов говорят, что принесли какую-то бумажку, ни подписи, ни печати, ничего нет. Значит, отчет подписывает генеральный директор управляющей компании и либо директор и главный бухгалтер этой управляющей организации. Тогда он приобретает форму официального документа без подписи генерального директора и главного бухгалтера. Это просто, будем говорить так, бумажка. Обязана ли управляющая организация утверждать годовой отчет по договору управления? Нет, не обязательно такого требования в жилищном кодексе и в других нормативных документах. Нет. Но вы можете опять же по условиях договора прописать эту позицию, что отчет управляющей организации должен утвердить, допустим, совет дома или общее собрание собственников. Это на ваше усмотрение. Значит, каким способом предстоит отчет о выполнении договора управления? Тоже вопрос достаточно интересный. Почему? Понятно, что управляющая организация обязана все это выложить в системе ГИС-ЖКХ и там любой собственник может все это посмотреть. Но в 162 статье написано «Управляющая организация обязана разместить отчет о выполнении договора в системе ГИС-ЖКХ». Четко. Другие способы представления отчета следует урегулировать условиями договора. По большому счету, если в договоре вы не прописали, что управляющая организация обязана предоставить вам отчет очно, то достаточно будет того, что управляющая организация разместит этот отчет в системе ГИС-ЖКХ. Значит, мы рекомендуем первое размещать отчет в помещениях общего доступа, в подъездах, в лифтах, в холлах, размещать отчет в офисе управляющей организации на официальном сайте той же управляющей организации, направлять отчеты в письменной форме, ну, может быть, всем собственникам, либо хотя бы председателю совета дома, председателю ТСЖ. Вот это были бы нормальные отношения, когда управляющая организация информирует совет дома, а дальше уже в ходе проведения общего собрания председатель совета дома может информировать собственников о выполнении условий договора управления над квартирным домом. Как утвердить отчет о выполнении договора? Мы уже сказали, законодательством не установлен обязательный порядок утверждения отчета, но тем не менее, если вы пропишите в договоре управления, отчет может утверждаться решением общего собрания, решением совета дома, председателем совета дома, решением общего собрания членов ТСЖ ЖСК, решением правления соответствующего жилищного объединения, либо застройщиком, если это договор управления заключен застройщиком как организацией. Ответственность за непредоставление отчета. Опять же, не предусматривает непредоставление отчета о выполнении договора управления, как право нарушения, но стороны по договору могут самостоятельно предусмотреть ответственность в случае неисполнения обязанности, предусмотренной частью 11 статьи 162 и договора. Значит, существует ответственность за неразмещение информации в системе ГИС ЖКХ. Это несколько другое понятие, поэтому здесь ответственность существует. За нарушение по части заполнения информации в системе ГИС ЖКХ организациям грозит административная ответственность по статьям 13.19.1 КОАП и 13.19.2 КОАП. Вот эти две статьи как раз и предусматривают ответственность управляющей организации за неразмещение информации в системе ГИС ЖКХ. Значит, четыре вида нарушений, которые могут возникнуть. Первое. Неразмещение информации, нарушение порядка и способа и срока размещения этой информации. Размещение информации не в полном объеме, что довольно часто у нас получается. И размещение недостоверных сведений. Вот по этим четырем пунктам может наступить административная ответственность управляющей организации. Значит, штраф от пяти до десяти тысяч рублей за неуполнение этих пунктов. Повторное нарушение порядка размещения этой информации в системе ГИС ЖКХ наказывается штрафом от пятнадцати до двадцати тысяч рублей. То есть достаточно серьезные деньги, в том числе и для управляющей организации. Вот, уважаемые коллеги, в принципе, наверное, все. И в качестве подведения итогов хотел бы еще раз обратить ваше внимание. Значит, все вопросы ответственности и отчетности управляющей организации от проделанной работе за 2022 год должны быть конкретизированы и прописаны в договоре управления многоквартирным домом. Вот на сегодня, когда мы говорим о отчете повышения, допустим, изменения ставки содержания, об утверждении плана работ на следующий год, мы достаточно серьезно понимаем, какую роль в этом играет договор управления многоквартирным домом. То есть договор управления многоквартирным домом является основным документом, на основании которого выстраивается взаимоотношение собственников с управляющей организацией. И на следующий понедельник в 15 часов буду проводить такой же аналогичный вебинар, и мы там будем говорить с вами как раз о договоре управления многоквартирным домом. То есть все вопросы взаимоотношения собственника и управляющей организации должны быть прописаны, четко прописаны в договоре управления многоквартирным домом. Это одно из главных требований, и я скажу, что тот наш модельный договор он достаточно серьезный и правильный, но в этом году мы естественно в связи с изменением законодательства будем его все-таки в какой-то мере модернизировать и дописывать определенные статьи. Почему? Потому что меняется законодательство и мы не должны быть в стороне. Поэтому я прошу вас обратить внимание на те договоры управления, которые у вас заключены с управляющими организациями. В любом случае эти договоры нужно пересматривать и мы будем еще проводить вебинары и рассказывать, как это надо сделать. Ну и в заключении, пожалуйста, вот наши координаты Коэфференционный центр ЖКК энергетики, революционная 107, телефона контакта. Это почта моя, на которую можно обращаться, а это адрес Твиттере, в который вы можете зайти, подписаться и будете ежедневно получать всю информацию. Значит, коллеги, на этом, наверное, мы заканчиваем. Надеюсь, что то, то, что мы сегодня, о чем мы сегодня поговорили, хоть какое-то понимание вы достигли, на следующий понедельник, как я еще раз говорю, будем говорить о договоре управления на квартирном доме. Поэтому всего вам хорошего, до встречи, до встречи в следующий понедельник. До свидания. Продолжение следует...